Бывают кризисные ситуации, связанные с климатом, с тем, как складывается сезон. Но вот за последний 5 лет у нас складывается очень серьезная кризисная ситуация, связанная с тем, что цены на рынке на зерно и вообще на продукцию растеневодства падают ниже цены, за которую предлагают эту продукцию купить. У меня доходились ситуации, вот мы работаем на Южном Урале, твердая пшеница, стекловидно 70, цена в прошлом сезоне зерновом была 25 тысяч рублей за тонну, были вынуждены продать за 12. Лен масличный, цена которого была 63 тысячи рублей за тонну, сейчас за 20 тысяч рублей продать не могут. Это тяжелейшая ситуация, как экономически и психологически. И вот вопрос, как мы можем выйти из этой ситуации, чтобы при любом раскладе, во всяком случае на обозримый период, мы имели очень хороший финансовый результат. Я изучал опыт Европы. Есть такой дирт Ривы, он входит в четверку лучших агрономов Европы. Вот как он выглядит, живет он от Гамбурга в сторону Польши, у него 4000 гектаров сейчас. Вот его рапс с урожайностью 8 тонн с гектара. Вот его чмень с урожайностью 90 центнеров с гектара. И вот его пшеница с урожайностью 1200, с урожайностью 12 тонн с гектара, 120 центнеров. И вот его человек, очень хорошая экономика, и он имеет 1000 долларов чистый прибыль с гектара. Ну, что он нам сказал, когда мы с ним общались, получилось так, что я был на одной международной конференции, про него очень много говорил Майкл Хорш, он сказал, что он кормит растения по фазам развития пшеницы и как бы из ложечки. И нас интересовала технология его кормления, потому что мы до него все-таки добрались и начали допрос пристрастия. Ему сказал, я, честный человек, я то, что вы мне говорите, об этом первый раз слушаю. Он мне отдал технологические карты, висимость никакие там из ложечки он не кормит. Почему так Майкл Хорш сказал, я не знаю. Но дело в том, что когда нам сказали, мы были абсолютно уверены, что такое есть, мы создали свою технологию, когда растения кормим из ложечки по фазам. Потом он сказал, что опыт передовых фермеров Европы не годится не только для России, но и для более благоприятного по климату Украины. Рассказывал про пятерых своих друзей, которые взяли в Винницкой области землю и пять лет не могли вылезти из отрицательной ретабельности. Нельзя просто брать какие-то технологии и переносить чужой опыт на свои поля. Ну и вот вопрос, можно ли получить доходность гектара посева пшеницы в тысячу долларов в США в условиях российского климата. Наш опыт сказал, что это возможно. Тысячу долларов можно получить. Экономика сельскохозяйственного производства определяется соотношением природного ресурса и человеческого ресурса продукции растеневодства. Понимаете, если на заводе машиностроения, металлургическом, там все посчитано, там в одни ворота входят вагоны с металлом или там с рудой, а с другой стороны выходят вагоны с готовой продукцией, там можно посчитать, что прибавлено. Сельское хозяйство единственная, наверное, такая сфера человеческой жизни, где есть бесплатный вагон. Бесплатный это солнечный свет и тепло, атмосферные осадки, как источник, лаги, естественное почвенное плодородие и так далее. И вот есть бесплатный природный ресурс. А есть платный. Не хватает нам естественного почвенного плодородия, мы платим за селитру. Не хватает нам влаги, мы думаем, как полить эти поля. ГСМ обязаны тратить. Опять, если у нас есть модели, где мы убираем целые агротехнологические операции, экономия есть, человеческий труд, фонд оплаты труда и так далее, вот за это надо платить. Но все равно, слава богу, мы знаем, что есть вещи, которые не надо платить. Если мы в наших агротехнологических моделях используем восстановление природного бесплатного ресурса, то это в любом случае у нас получается снижение себестоимости продукции без потери урожайности, а лучше, если у нас еще при этом растет урожайность. Она у нас растет. Мы создали и выступили в Ростове-на-Дону в 2017 году. Первое наше мероприятие мы позиционировали систему адаптивного биологизированного земледелия, адаптивного биологизированного, которая отличается от модели Нормана Барлауга. У него тоже четыре кита, на которых мы стоим. Это грамотная защита растений, химия плюс биологии. Через нее включается система исправления, коррекции, исправления микробных сообществ почвы. У нас же главная задача восстановить бесплатный ресурс. И мы используем микробы и химию. Химию мы зачищаем территорию, микробами ее заселяем. Мы создали, запустили целое направление сложных синтрофных ассоциаций, производства и разработки. Потом идет восстановление плодородия почвы через работу с упражнениями остатками. Конечно, все советы агрохимики о том, что нужно вносить навоз, съесть люцерну и так далее. Все это, конечно, хорошо, только где они видят у нас животновосы, потому что у нас осталось какие-то маленькие проценты от того, что было во времена России. И животные у нас сейчас содержатся на стационарном содержании, не на выпасах. То есть вся система ровнула, системы севооборотов нет, есть система коммерческих плодосменов, и они накладывают свое. А решений нет, идет деградация почвы. И мы говорим, единственный источник углерода, который у нас есть, это солома. Нужно грамотно научиться работать с соломой. Мы сделали препараты вплоть до обработки соломы риса. Ну, почему ее не внедряют, потому что разрешили жечь. Но мы успели в 2013 году, работая с отделом новых технологий Института риса, мы все завершили, эта работа у нас есть. Третье, дробные некорневые подкорки минеральными удобрениями растений, удобрениями по фазам развития растений. То есть тут есть очень интересная идея, когда мы можем на очень маленьком количестве ресурсов получать высокие, сверхвысокие и супервысокие урожаи. И элементы сберегающие земледелие, стриптил и наутил, это наше тело-завтрак, если кому интересно, буду это разбирать. Что такое принцип оптимизации затрат? Вот я рассказал, химия плюс биология, восстановление плодородия почвы через работу с пожненными остатками и корневые подкормки. Что нас интересует? На самом деле, главная ошибка земледельца, он ищет кремлевскую таблетку. То есть некое универсальное средство, применяя которое, на котором он может увеличить урожайность. И есть такая концепция, что как бы мы делаем все правильно, только есть скрытые 40% прибавки урожайности, и нам нужно вот до них добраться. Поэтому технологии и вся огромная выставка, там стоит очень много людей, предлагая технологии, вот куда-то влезть в эти 40%, на самом деле там может быть от минус 5 до плюс 15, 20% я считаю это очень круто, и больше не подняться. Но таких предложений множество, и в принципе большинство сельхозпроизводителей психологически готовы на 20% прибавки. Мы говорим, что если мы понимаем продукционный процесс развития растений, например, обрабатываем семена протравителем, нам нужен нормальный протравитель, чтобы у нас была хорошая корневая система. Потом у нас растение растет, нужен фотосинтез. Начинаем мы стимулировать фотосинтез, а у нас там, мы же селитру еще весной дали, у нас селитра блокирует фотосинтез. Нас интересует скорость оттока сахаров, а у нас он заблокирован. То есть нужно его разблокировать. Потом пропускается способность транспортной системы растений, и нам нужно, чтобы все это прокрутилось снизу вверх, и потом избыточные сахара вернулись в корневую систему. Если мы эту модель поддерживаем, вот 90% можно получить на ней прибавки урожайности. То есть мы закидываем бланку на уровень 90% прибавки урожая. Система адаптивной биологизированной земледелия, она публиковалась в публикациях информационной агентства Регнума, около 40 статей, очень много наших статей. Мы получили несколько наград. Вот эта награда 2021 года. Награда у нас идет 22 года, 7 декабря. Мы получили за бюджетную технологию восстановления здоровья почв. Тоже вот орден за заслуги. У нас уже этих 5 наград. И во всяком случае со стороны науки у нас поддержка такая вот моральная есть. И вот направление биологизации. Что мы говорим? Первая вещь, два слова скажу. Нам все время говорят про биометод. Это направление было в 80-х годах, когда видели неиспешность применения больших дозхимии. Можно ли химию уменьшить, заменить ее на какие-то биопрепараты. Она не очень надежная. Она дает от минус 5 на плюс 15% прибавки урожая. Неустойчивая модель. Кому надо, вот пожалуйста, куча препаратов там, море, могут идти этим путем. Система биоконтроля. Где я говорю 90%, на самом деле от 40 до 250, нас интересовал следующий момент. Мы не хотим микробами убивать других микробов. Пусть это делают химически правильно подобранные фунгициды, но мы на биофунгицид кладем микробы, которые занимают территорию, потому что через 2 недели, максимум через 3, химия перестает действовать. Но там, если поселили мы своих ребят, эти ребята заняли территорию. Мы это применяем при обработке семян. Протравитель плюс микробные композиты. До 15 микробов кладем композит, гербициды кладем туда, с фунгицидами кладем туда. То есть тогда у нас идет захват территории. Вот это биоконтроль и не биометр. И наши микробные композиты обладают способностью приживаться и оказывают влияние на восстановление структуры почвы, плодородия почвы и так далее. К чему мы пришли на этих моделях? У меня в Красноярском хозяйстве, в Красноярском крае есть хозяйство, у которых за 5 лет работы урожайность яровой пшеницы, а зиму там не сеют, поднялась в 34 центнерах до 80-90, от 70 до 90 по разным сортам. Лучшие поля, не участки полей были в прошлом году 108 центнеров. При том, что эти сорта, их генетический потенциал заявлен на уровне 51 центнер с гектара. То есть это сибирские сорта, экотип степной или лесостепной, невысокий потенциал, 18-24 у соседей. Прописано 51 центнер. У нас получилось 108. Поэтому технология создания устойчивых ценозов может дать выше-высшего. Я к тому, что такие поля у нас есть. Плодородие почвы – это способность, почву давляет потребность растений в питании, в воздухе и в воде, обеспечивая растениям условия для нормальной жизнедеятельности. У нас говорят, много удобрений насыпешь, будет высокое плодородие. Самая главная истинка – удобрения к плодородию почвы никакого влияния не имеют. Они меняют параметры агрохимического потенциала урожайности. Они измеряются химическими путями. Две кафедры – кафедра почвоведения отдельно, кафедра агрохимии отдельно. С 30-х годов это разделение сделали и правильно сделали. Теперь что нам дала вот эта модель Нормана Барлауга. До нее были модели травопольной системы. Там поддерживалась структура почвы. Мы смотрим, с левой стороны почва разрушена. Она не может работать как губка, не сохраняет влагу. Потом произошло разделение почвы на два слоя ровной на ровной. Влага, которой нам так не хватает, весной мы видели, когда сильные дожди, что она блются, она скатывается с полей, идет потеря влаги, этой драгоценной субстанции для нашего урожая. Почва становится, вот это вот сделано в Алтайском крае, вот это там в Татарстане. Вот эти комки по 7 килограммов веса, это то, что мы пашем, во что мы превратили наши почвы. Это Нижегородская область, вы видите, в каком состоянии наши почвы. Сюда нужно тратить большие усилия по обработке почвы, потому что в такую почву, в том виде, в котором есть, она не посеешь. Это осенняя пахота, подъем зяби, потом, чтобы она там промерзла, целая технология, как работать с убитой землей. Или вот, например, Татарстан, Мамадышский район, они раньше пахали, у них там норма 39 гектаров на трактор за сутки, потом упала до 24, они перешли на чизеля, потому что идет мощная деградация почвы. Из почвоведов эту тему подымал, вообще изучал некий Павел Андреевич Костачев, но мы знаем Василия Васильевича Докучаева. Вся проблема в том, что его книга вышла на несколько месяцев позже знаменитой книги «Русский чернозем». Поэтому у нас в основе почвоведения лежат знания геолога, потому что почвоведение, то, которое мы знаем, оно вышло из геологии, отпочковалось от геологии. А этот человек, он говорил о том, что основатель направления так называемого биологического почвоведения, он изучал еще в XIX веке процессы, которые в почве происходят. Он говорил, что почва, имеющая природную структуру, видите, здесь нет разделения на аэробные и наэробные слои. Она обладает способностью впитывать влагу, и тогда вот этой осенней, весенней, зимней влаги хватает, например, на юге России для формирования высоких, достаточно высоких урожаев, даже при абсолютной засухе. Но у нас этих знаний нету, у нас вот эта вот постоянная проблема, мы должны с этим что-то делать, мы тратим деньги, это деньги, 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 ГСМ, техника, потому что иначе в такой почве нормального сельского хозяйства не сделаешь. Мы работаем не так, как правильно, а так, как нужно выживать. И вот вопрос, как отыгрывать все это назад, и вот как раз этим мы и занимаемся. По органическому веществу почвы у нас есть такая вещь, что плодородие находится в органическом веществе почвы. Чем выше гумус, тем выше плодородие от почвы. Второе заблуждение после агрохимического потенциала урожайности. Второе заблуждение. Гумус – это результат, накопление гумуса, результат деятельности растений и микроорганизмов. Это результат. Это не причина, это результат. И органика в почве, которая растет, она заключается в том, что определенное количество углерода, связанное в процессе жизнедеятельности, этих двух форм жизни, она про запас закладывается в почву. Американцы делят гумус на две части. У нас по анализам мы не делим. У нас общий гумус меряется, мы высушиваем образец, выжигаем и говорим, сколько процентов гумуса. Ну, например, говорим, когда-то было в Ростовской области 8% гумуса, осталось 4%, вот сейчас потеряем 4%, ничего мы не потеряем. Вот мы упали сейчас на дно, 4% у нас будет еще тысячу лет ближайших, 4%. Потому что теряется лобильный гумус. Лобильный гумус – это живая биомасса и то, чем она питается. И в той системе сельского хозяйства, которая у нас есть, мы теряем живую биомассу и минерализуем то, чем она может питаться. И в почвах выживают те микроорганизмы, которые могут выжить в самых тяжелых условиях. И вот это вот плесневые грибы, которые создают нам огромное количество проблем по болезням, это и есть результат неправильного ведения сельского хозяйства, где разрушено биологическое сообщество нормальное и заменено вот этими плесневыми грибами, вот этими кламмами. А пассивный гумус никакого влияния не оказывает, он не минерализуется, он немножко поддерживает физические свойства почвы. И вопрос, тогда у нас получается, мы не напихиваем туда большое количество органики, а мы начинаем взращивать те микробные сообщества, которые находятся в союзе с нашими растениями. И это всего десятая доля гумуса. Нам не нужны большие проценты гумуса, но если знать куда идти, мы можем вырасти на 0,3-0,5 и в 5 раз увеличить нашу урожайность. Ну пусть не в 5, пусть в 2,5 раза. Я думаю на 2,5 раза все согласны. И источники пополнения органики. Масса растительных остатков, стерневые остатки корней, седераты, органические удобрения многолетней травы, корневые выделения из растений, которые выделены через стимуляцию фотосинтеза. Опять, если мы идем по пути селитры, селитра блокирует фотосинтез. И масса самой макро- и микробиоты, если мы выращиваем единое сообщество, оно очень бережно использует органику, оно не проедает лишнего. Если мы нарушаем равновесие, то там начинает это все жирание накопленной органики. Растения и взаимодействие с микробами. Растения с помощью фотосинтеза усваивают энергию солнца, углекислый газ превращает в органические соединения, используют лично на себя и на выделении из корней. Если все нормально, если нет сумасшедшей дурной селитры, по той модели, по которой у нас работают. И нормально вот эти живые корни выделяют большое количество органического вещества, которое способно кормить. В нормальных условиях функционирующая поле пшеницы, до 10 тонн условной глюкозы можем иметь на поле. Если мы насыпали селитру, мы не будем иметь, и имеем сотни килограммов, если мы имеем. Понимаете, вот такая особенность. Мы можем на работающих полях восстанавливать почву, если мы правильно используем минеральные удобрения. Если мы их неправильно используем, мы будем получать урожай, культуры, будем иметь хорошую экономику, но у нас почва будет умереть. Был вопрос, как эти знания объединить в форме агротехнологии, нам это удалось сделать. Итак, должно быть на юге России на гектар минимум 30 тонн живой биомассы. У нас от 900 килограммов до полутора тонн на гектар. У нас на большинстве полей биологическая составляющая плодородия не функционирует. Основное питание растений за счет минеральных удобрений. На самом деле, вцепились в эту теорию Либиха, которую придумали в 1840-х годах, с этой теорией выноса, что нужно все компенсировать, и что растения питаются только солями минеральных удобрений. На самом деле, была теория Линовского, и теория Теяродония Бодолибиха, что растения усваивают органические соединения, и сейчас огромное количество, внизу на первом этаже на выставке, продающих препараты органические, с аминокислотами, с гуматами, они вообще в теорию Либиху никак не впихиваются. На самом деле, аминокислоты растения усваивают, все они усваивают у растений миксотрофное питание. Они могут питаться минеральными солями удобрений, могут питаться органическими веществами, которые в почве у нас появляются, и целая система питания растений стимуляторов рост именно на некорневом питании построена при применении этих вещей. Теперь, растения могут питаться, если мы имеем 30 тонн на гектар живой биомассы, поступление микробного бульона 2 тонны в день. Что это означает? Это означает, что скорость вращения живой биомассы 14 дней полное обновление. 30 тонн умирает постоянно и нарождается заново. И в корневой зоне, если большое количество вот этой биомассы, идет постоянное поступление большого количества аминокислот, органических соединений, белков и так далее. И растения прекрасно все это кушают. Прекрасно все кушают. И кто знает органическое сельское хозяйство, есть целая система там, рыбу закапывают под растения, рыбок, ну, этих наловленных. И просто растение сжирает вот эту плоть, которая начинает разлагаться, она обладает способностью все это принимать. Если мы имеем 90 тонн живой биомассы, 6 тонн в день. А если мы имеем 3 тонны на гектар живой биомассы, 200 килограммов в день. И если мы выращиваем почву первому и второму варианту, там удобрения не нужны. И живые корни. Вот один из способов метод Рика Бибера-Тамашовой. Наверное, ее знают. Рик Бибер приезжал два раза в Ростов-на-Дону. Они предлагают модель поржневных культур, седральных культур. Самое главное, чтобы постоянно в почве почва была заселена, постоянно что-то росло. Если корни растений выделяют сахара, поддерживается биологическая активность почвы до самого конца. У них есть модель такая, когда они вообще в осень сеют смесь культур. Это примерно 20, максимум 60 килограммов на гектар. И они должны вырасти хоть на 15 сантиметров, потом вымерсти. И вот модель, которая очень хорошо изучена. Например, что если запустить вот эту модель постоянных живых корней, можно иметь поступление азота за счет активности почвы, поддержания активности почвы до условных 700 килограммов селитра на гектар. И вот мы начинаем это работать на больных почвах. У нас вот эти кланы, огромное количество инфицированных остатков почвы есть. Нам этот вопрос нужно решать. У нас есть вот это анализы, которые есть. Мы по ним смотрим, что у нас с почвой происходит. Мы не говорим просто про общий анализ почвы. Нас интересуют наиболее вредоносные на данный момент возбудители болезней. Теперь, что такое минеральное питание растений, как можно его оптимизировать. Я уже рассказал, чем понятие плодородия почвы отличается от понятия герохимический потенциал урожайности. Теперь, что маленький слайд, что на самом деле большого количества удобрений не есть источник получения высоких урожаев, разные страны, разные экономические политики, примерно какая ли отдача положенного килограмма удобрений. Например, вон КНР они кладут на гектар полторы тонны минеральных удобрений. У них урожай на средний зерновой культур 59 центнеров. Или там Белоруссия, у которой 185 килограммов ДВ, это 600 килограммов примерно удобрений на гектар, 35 центнеров урожайности. Видите, нету прямой зависимости. Применение удобрений от урожайности. Что такое оптимизация по минеральному питанию? Мы знаем, когда мы вносим в почву КПД удобрений от формы внесения разной. Это у нас только так. Знаете, в учебниках написано, кинули селитру, посчитали по азоту, она вся усвоена. Фосфор кинули, усвоился весь фосфор. На самом деле, под заделку разбрасывания на 1 килограмм азофоски 16-16,5 килограммов зерна, 10 килограммов при внесении в рядки при посеве, 15-20 килограммов прибавки зерна при некорневых подкормках. КПД разное. У нас внесение азотных удобрений в почву средний коэффициент 33 процента. По фосфорному удобрению в Ростовской области 11 процентов. Так вопрос, куда они деваются? Азотные удобрения вымываются, потом могут восстанавливаться до азота уходить из почвы, а фосфор связывается кальцием у нас с почвы имеют ПАЖ высокий и недоступный для растений сразу. И соотношение того, что меряют агрохимики, того, что в почве есть, 1-2 ста. Возникает вопрос, вообще как правильно кормить? Одни говорят, через корень давайте кормить, другие говорят, через лист. Растения обладают способностью, полноценной способностью питаться через лист, потому что они вышли из моря, из водной среды растений обладают способностью усваивать, питать эти вещества всей поверхности растения. Они имеют корневую систему в водной среде, чтобы просто крепиться к месту, чтобы их не сбило течением или волной. Когда они вышли на сушу, способность питаться через корни приобретенная, когда мы изучали систему донора идей, систему биодинамического земледелия, которое миллион гектаров Алекс Подолинский сделал в Астралии, он говорил, нельзя вообще минеральное удобрение давать через корень, потому что у них специализация в природной среде, одни корни тащат воду, а другие корни питают не вещества. Когда мы даем селитру, у нас получается водяные корни тащат эту селитру. Раствор Н3 внутрикостей. Это неправильно. Мы говорим сейчас, что можно кормить и так, и так, но КПД через лист у нас в 3 раза выше, чем КПД через корень. Система некорневых подкормок активно развивается. И когда я говорил про банкротные хозяйства, я говорил, что они перешли полностью на систему некорневых подкормок. Также я привожу пример Калининградской области. У них там есть проблема ПАШей, кислотности почвы. 4,5, когда многие элементы связываются или не усваиваются, они вынуждены в связи с тем, что известковать почву безумно дорого стало сейчас, нету госпрограммы, которая это поддерживает. 50 центнеров 7 некорневых подкормок, 70 центнеров 11 некорневых подкормок. Через лист можно впихнуть растение все, все, что ему надо в количестве в 3-5 раз меньше, чем если мы это кидаем на землю. Что мы должны знать? Скорость усвоения элементов питания. Азот 1 час через лист, магний 5 часов, калий 10 часов, микроэлементы большинство это 1 день, фосфор 2 дня. Вполне можно создать модель, которая работает небольшими концентрациями, кратно по листу работает. И не нужно нам 180 килограммов ДВ на гектар давать, чтобы 8 тонн получить. Мы 8 тонн получаем на 50-60 килограммов ДВ, которые мы даем через лист. То есть мы можем кормить растение все время. Вот его сколько кормишь, у него будет толстая солома, высокая солома, она нам не нужна для урожая. Нам нужно кормить растение в те моменты, когда закладываются элементы урожайности. Поэтому, когда мы чайной ложечкой начинаем кормить, мы кормим именно тогда, когда у нас закладывается то, что надо. Фосфор дает длину колоса. фаза кущения самый лучший способ увеличить урожайность это при протравлении семян положить килограмм анокалий фосфата или два, учитывая, что норма раствора для протравливания должна быть не 10 литров, а где-то литров 20, потому что на каждый килограмм 5 литров воды, чтобы растворить виндополож. Но у нас закладывается этот фосфор, кладется на семя, и у нас закладывается длинный вложить, только здесь цена агроприема будет у вас стоить сотни рублей, а цинк и ромофосы у вас будут стоить 6000 рублей. Но вы как бы для своих любимых растений ничего не жалеете, это важно. Как пойдете, так и пойдете. Дальше. Нам нужно кормить начало выхода в трубку, потому что идет интенсивный рост растений, нам нужно сер, марганин, цинк, потому что и фосфор желательно, потому что идет энергетика, закладывается синтеза белка. Налив зерна пойдет с массы, которую мы наберем. Дальше. Дофлаговый лист. Дофлаговый лист, при нем колос формируется, вначале середина заполняется, потом вверх, потом вниз. Если мы хотим заполнить полностью колос, мы должны дать азот, по дофлаговому листу азот никто не дает. От того, чтобы внесли когда-то начало выхода в трубку, того азота уже не остается. И у нас получается, когда мы убираем, внизу 1,2,3 колоска пустые. Так же бывает? Все, мы потеряли три колоска из 18 это уже много. Тут вопрос простой. Либо дать от 5 до 15 килограмм карбамида, даже без ничего. А мы научились азотофиксаторы класть на семена, оказывается можно азотофиксирующие бактерии, у нас есть три композита, которые кладутся на семена. При протравлении с химией прекрасно выживают, у нас наполненный колос. Так же у нас? Тут вопрос такой, если мы микробы кладем, это получается 30 рублей на гектар затраты. Если мы кладем 15 килограмм карбамида на гектар, сколько у нас получается? Рублей 500. Ну, сколько там? С учетом выхода на поле еще 100 рублей. И если нам нужно качественное зерно, есть фаза молочно-восковой спелости, переходящая в исковую, 4 килограмма карбамита, литр стимик стандарта, и мы получаем 6 единиц клейковины. Просто так, в подарок. Там обычно идет у нас фаза формирования белка в этот момент, и очень высококачественное зерно можем вытащить. Я просто ребятам советовал, ребята получают двоечку, идут анализ делают, им говорят, мы вам не напишем, чтобы двоечку получили. Невозможно в нашей зоне двоечку получить. Возможно двоечку получить легко. Надо знать, когда на какую кнопку нажать, и какую чайную ложку на что насыпать. И в эту зону обычно в эту фазу выходят против клопа черепашки. То есть если добавить вот эти 4 килограмма карбамида и стимик стандарт, все получается нормально. фотосинтез. Есть препараты расширяющие ширину листа. Стимик стандарт расширяет ширину листа. Вот нам фотосинтез. Это дополнительная энергия, это дополнительный строительный материал. Еще один момент очень интересный. Электрические витамины для растений что-то такое. Есть так называемый редекс потенциал. Это физический параметр, который можно использовать в растеневодстве. Замеряется милливольт. В сельском хозяйстве в мире используется только в органическом земледелии. Когда препарат меняет раствор редекс потенциал воды. Мы сделали препарат стимик стандарт. Ну вот стандарт например. Мы берем просто литр раствора минеральных удобрений, 200 литров раствора минеральных удобрений, кладем литр туда. У нас минус 200 милливольт, у нас растения начинают взрываться и расти с огромной скоростью. Какие бы они в каком бы тяжелом состоянии не были. Весной в почве у нас редекс потенциал минус 200, минус 300. Растения весной определенный период растут с огромной скоростью. Если мы делаем раствор питания через лист с редекс потенциалом минус 200, мы можем создать ситуацию вечной весны. Растения будут просто расти при любом. раскладе. Стимик стандарт компонент аминокислоты в нем есть, гуматы там есть и есть компоненты, которые меняют редекс потенциал. Как уменьшить накопление интератного азота в растении? Несение фосфора в виде некорневых подкормок. Меняем соотношение азот-фосфора не в почве внутри растения. микроэлементы молибден и ванадий по листу. Про молибден знают все, про ванадий не все. Ни один микроэлемент по ванадию не будет зарегистрирован никогда, у них нет ПДК по ванадию. Мы сделаем препарат, где у нас есть и молибден и ванадий. Они участвуют в процессе фермента, которые там, фосфор переваривают. Кормим растения по листу, карбамидом, мочевином, они содержащие отлично кушаем через лист. Изменение редакции потенциала раствора добавляем раствор стимик стандарт, который меняет редакции потенциала скорость. Используем гибитор фермента инвертаза. Сделали препарат, который у нас выключает негативное действие нитратного азота. Вот попалась книжка кандидатской диссертации Ставропольская «Особенность фотосинетической деятельности сортов азимой пшеницы». Было обнаружено, что если на растении кормим азотом хорошо, у нас останавливается фотосинтез. Через некоторое время наткнулся на одного профессора, который изучает фотосинтезы, он объяснил механизм, почему это происходит. Растение хватает нитратный азот, чтобы он никуда не ушел, прячет внутри самого себя, в межклеточном пространстве, Н3 подкисляет раствор, включаются ферменты, которые работают в кислой среде, и идет расщепление сахарозы на глюкозу и фруктозу. Что это такое на самом деле? Все женщины знают, что сколько можно сахара растворить в одном стакане воды? Сколько можно растворить сахара в стакане воды? Варенье же делаете? Сколько? Много. В одном стакане воды можно растворить два стакана сахара. Это сверх растворимые вещества, поэтому транспорт всех сахаров в растении идет через сахарозу. Хотя нам рисуют глюкозу фотосинтез, весь сахар в растении в нормальном здоровом транспортируется через сахарозу. Если у нас при кислой среде, которая дает Н3, включается фермент Эдвертаза, пчелы тоже вырабатывают фермент, и когда они собирают нектар, это тоже сахароза, там потом он превращается в глюкозу и фруктозу, в мед. Глюкоза у него растворимость 40 граммов на 100 миллилитров. Она начинает в осадок выпадать внутри растения, лист забит сахарами, сосуды кристаллизованной глюкозы начинают забиваться, у нас нету оттока сахаров. У нас не работает растение, что нам надо, нам нужно, чтобы шел фотосинтез, растение брало себе сколько надо, остальное через корень выкидывало. 10 тонн можно глюкозы накачать в почву в гектар. А мы выключаем наши селитры, мы же любим селитру как азотного удобрения. У нас фотосинтеза нету, у нас арбузы не сладкие, овощи не хранятся, потому что там все ненормально, потому что нету накопления сахара. Кого как поселить в почве или как из соломы сделать микробное удобрение восстановывающей почвы. У нас препараты появляются, например, всякий, вот плесневый глип триходерам советуют работать по пожневным остаткам. Он работает по пожневным остаткам и ест, но почву он не образует потому что не почву образующий микроб. Если 4-5 лет его работать, можно получить засаду, будет старик паразитов, с ним нужно аккуратно. Вот этот человек, Террию Хига, сделал сложный препарат 8 микробов в одной пробирке, так называемый Кусей, и была госпрограмма Северной Кореи, они вытащили Корею из голода, удвоение урожая при применении этих препаратов. Мы сделали свой препарат, у нас 8 микробов в одной пробирке, у него 8, у нас 15 микробов в одной пробирке, и мы сейчас даже работаем смесью японского и нашего. И очень хорошо получается, тот замечательно разуплотняет почву, и когда мы говорили про эту плотную почву, это способ съедания подошвы. Они съедают эти микробы. Теперь по соломе, вот солома не разлагается, мы начинаем копать. Видим солому в прошлых лет, это безобразие, это накопление плесени, это влага нормально не накапливается. Вот, что нам нужно делать, это на дискатор ставится бочка, в момент дискования соломы вносятся один из четырех деструкторов, я рассказал про два 15 микробные и 8 микробные японские, у нас еще два есть, которые все это дело съедают. И, пожалуйста, нам сейчас говорят, что вот у нас мозаичность плодородия, нужна нам тучная земледелие, сюда мы кладем больше удобрений, а сюда кладем меньше, мы говорим, да это все дурь, на которую нужно много денег тратить, нам нужно просто выровнять по биологической активности, и вот, пожалуйста, половина поля обработана так, не обработана солома, а там, где солома обработана, у нас устанавливается биологическая активность, у нас эта мозаичность пропадает. Скорость, цена вопроса 4-5 лет, цена вопроса, ну, сейчас около 500 рублей за 5 лет, но 500 рублей за 5 лет 2,5 тысячи рублей за 5 лет, которые могут нам остановить плодородие почвы и увеличить урожайность. Что нам говорят татары, там народ есть продвинутый, с кем мы работаем, 28 центнеров было, 60 через 3 года стала урожайность, он говорит, у меня, говорит, есть смартфон, выхожу на спутник NDVI, я делаю фотографию поля и мне поле показывает, что у меня идет все нормально, фотосинтез нормально, вообще не нужны никакие эксперименты, можно несколько раз за сезон заглядывать на поле и смотреть фотографии любимого поля. И там четко можно сказать, эта схема работает, не работает, этот препарат работает, не работает, и то, что очень хорошо можно отсечь продавцов, которые дают какие-то рекомендации, они не соответствуют действительности. Вот, пожалуйста, в руках я держу колос, колось и яровой пшеницы, за моей спиной поле такой же, вот, таких же дубиночек, это 21-й год, я с коронавирусом стою, и с этой пшеницей, вот где мы вышли на 90 центнеров, средний, 80-90, средняя урожайность хозяйств, лучше поля 108. Вот колос, набитый зерном, то, что я вам говорил, практически выглядит так. Здесь идет где-то, раз, два, три, четыре, пять, пять точно зерен в колоске есть, вот это пущение при уменьшенной норме высева, вот как выглядят эти колоси, видите, полностью заполнены колосы, низ и верх, длина, вот колос, и вот эта технология конструирования колоса, то есть от 72 до 80 зерен, вес более 2 грамм, 85-дневная пшеница новосибирская 31, есть у нас вот этот вот препарат, останавливающий абортирование агростимулин, применяется для протравления семян и двух некорневых подкормок, увеличивает озерненность колоса, один из инструментов технологии конструирования колоса. Я думаю, что все, которые практики есть или нет, этот метод используют. Автор Фаня Григорьевна Гельцов, 46-й год, также при обработке семян он увеличивает количество азотофиксаторов в почве и фосфатмобилизующих. Азотобактеров увеличивает 12 раз, фосфатмобилизующих в 3 раза. Но тоже очень приятно. Хочу сказать, что вот Александр Григорьевич очень правильные вещи, но настолько у нас вот этот барьер убежденности, ранней убежденности преодолеть, это очень значительно. Даже в рамках моего хозяйства, а у нас два человека и оба начальники, и то разногласия по этой теории. Поэтому Александр Генрихович, дай вам Бог здоровья, вы очень благородную и хорошую миссию несете, значит, и успехов бы вам, чтобы вы достучались до нас в том числе. Технологии бы рекомендовали, то, что мы говорили. Конечно. На них зарабатывать можно? Конечно, 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 рекомендовал бы, но вот это вот разногласия кормить, не кормить. Тут вот еще надо вам и хочется, и хочется, и хочется, знаете, как этот, чтоб и овцы целы, и волки сыты, значит, и взять себе на службу вот ваши предложения с биологическими этими, ну, микробиологическими препаратами, и они действительно ну, и хочется взять, потому что не возьмешь вала сейчас, вот, все-таки я заточен. Но вы боитесь, пока у вас осторожность есть? Ну, пока осторожность есть, и пока, и пока она еще, так сказать, как бы, ну, и финансово позволяет мне этот, кормить, ну, применить приличные дозы, приличные дозы зубных удобрений, ну, и вокруг же, вот, знаете, мы же все равно оглядываемся, вокруг же, Кубань, пять-шесть центров лупит, это, почвы практически такие, влаги, там, ну, разность, 5-6 лупит, и те передовые, с кем не поговоришь, вот, ну, и встречаешься и на семинарах, на днях поля, это, да, не покормишь, не получишь, не покормишь, вот эта теория, не покормишь, разотом не получишь, она очень стойкая, и сломать ее, ее, ну, очень, очень трудно. Вот, вашу технологию, мне ни разу не довелось довести до ума, 4 раза покормить, только 2-3 раза в год получалось, плюс, стерновые обработки, ну, тоже года 3, я делаю всего, не было финансовой, так сказать, составляющей, но, в течение вот этих лет, из года в год, последние особенно года, как-то плохо с людьми, там, недоработки мои, там, как бы, поэтому, соответственно, и технологию вашу до конца, поэтому не пришлось применить, но, смотря на другие, правильно говорит сосед, что смотрим же мы на свои, там, ну, соседей, они бедные, там, сыпят, 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 120-150 кг при посеве, да, это сложно куда бренить, с ума сойти, я только 20 могу дать, 30, например, ну, это сравнение, 150, первый раз кидают, разбрасывают, по мерзлоталам, потом еще и пытаются селкой, или там, под беги, пустить, килограмм 100-120, то есть 300 по 300 килограмм, ну, деньги есть, тратят, у меня ведь нет денег, я поэтому не могу это позволить, зато, там, и селитру, там, 10 килограмм этих, нахожу я на гектар, при внесении в некорневую подкормку, листовую подкормку, вашими препаратами, в сравнении с урожайностью, урожайность, конечно, у меня меньше, ну, центра на 5-7, от них, при тех затратах, которые они делают, там, сумасшедшие. Вопрос идет простой, вот, я попытался донести концепцию, руками, жильем, можно ее потрогать, есть хозяйство в Ростовской области, вообще на юге России, есть регионы, где мы вообще не работаем, есть много регионов, где хотят с нами работать, и мы стараемся работать с теми, кого не нужно уговаривать, потому что две стратегии могут быть, либо ты впихиваешь, как обычно фирмы имеют продукты, они впихивают. Нам интереснее работать, когда к нам приходят и говорят, будем делать, что вы скажете. И когда идет такая работа, очень легко работать. То есть, два раза за год ты туда приехал, проверил, все нормально идет, телефон никто не отменял, все нормально идет. Начинаешь, что-то уговаривает, ну, готов человек или не готов, вы понимаете. Когда он готов, с ним легко очень работать. И если нас загонят с этими ценами в тупик, мы можем все эти технологии, которые уже через руки пропущены, предложить, ребята, вот вас загнали в полконтрольное состояние, как с него вы пите, и мы можем предложить эти технологии. И они дают, они дают высокую ретабельность, при средних урожаях, они дают крайне низкую себестоимость. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!